Есть вещи, о которых не стоит говорить даже шепотом. Три цитаты Жванецкого о том, что в жизни стоит держать в тайне. Не звените ключами от тайн, чтобы вас не просили указать на двери, которые они открывают. В дураках окажетесь только вы. Не бойтесь того, что знают ваши враги. Бойтесь того, что знают ваши друзья. Тайна — вещь сакральная, и придумана она неспроста. Древние полководцы считали, что знание обладает тем большей силой, чем меньше о нем знает людей. А как только оно просачивается в массы, тут же ослабевает. Но ведь мы же с вами не полководцы, зачем нам что-либо хранить в секрете? Дело в том, что секрет — вещь персональная. Если вы хотите сохранить что-то в секрете, это дело исключительно ваших уст. Как только секрет кому-то пересказан, пусть со словами «только никому не говори», дело стоит за малым. За временем. Когда этот секрет будет раскрыт третьей стороне. Отношения — сложная штука. И если сегодня кто-то для вас ближайший человек и друг, вы не можете гарантировать, что так же будет хотя бы через год. Что было бы, если Ахиллес по секрету всем рассказывал, что его слабое место пята? Он лишь нажил бы себе врагов. Люди, чьи сердца не нашли счастья, завидуют чужому счастью и хотят разрушить его, чтобы им стало легче. Люди, чье финансовое положение желает лучшего, недобрым взглядом смотрят на тех, у кого все хорошо. И хотя мы не полководцы, наши жизни — та еще территория стратегических и боевых действий. Гарри Кинг как-то сказал, если вы не готовы давать взаимы всем своим родственникам, не говорите им и о хорошей зарплате. И друг может стать врагом тогда, когда у него слишком много информации о вас. Часто другие люди бессознательно пытаются повлиять на наши успехи и оценивают нас, исходя из того, что услышали. Если вы хотите сохранить отношения, не давайте им искуситься чем бы то ни было. Рассказ чужих тайн портит впечатление прежде всего о вас. Если вы хотите, чтобы вам перестали доверять, рассказывайте чужие секреты, делитесь сплетнями и тем, что знаете о других. Люди это оценят и перестанут делиться с вами чем бы то ни было. И речь идет не о том, что окружающие узнают о том, что вы болтаете о них, а о том, что тот, с кем вы делитесь чужим секретом, сделает вывод, что с вами ни о чем серьезном лучше не говорить. Держать секреты при себе сложно, будь то свои или чужие. Но если вам горит о чем-то рассказать, расскажите свой секрет, но сохраните чужой, это сохранит вашу репутацию. Сплетничать интересно, без сомнений, но, как говорится, у сплетников сотни знакомых и ноль друзей. Сплетни и чужие секреты помогут наладить мнимую связь. Другим людям всегда интересно узнать что-то о коллегах или знакомых, но они никогда не станут вашими друзьями. Это важно понимать. Не извините ключами от чужих тайн, чтобы вас не просили указать на двери, которые они открывают. Как только они откроются, в дураках окажетесь только вы. Думай о том, что говоришь себе больше, чем о том, что говоришь другим. Думать о том, что мы говорим о себе другим, правильным. Это не создает непредвиденных преград в общении, зависти и не создает врагов из друзей. Но есть часть нашей жизни, о которой мы редко думаем. Это общение с собой. Если то, что мы говорим окружающим, формирует наш образ в головах социума, то что мы думаем о себе и как мы себя определяем, создает нашу личность. Если человек говорит о себе, что он глупый и у него ничего не выходит, он найдет этому подтверждение и будет склоняться к этому пути. Вы никогда не думали, почему неисправимые эгоисты часто выплывают из сложных ситуаций там, где хорошие, но не очень уверенные в себе люди давно бы сели на пятую точку. Потому что эгоисты говорят сами себе о том, что у них все получится, что они все смогут и в конце концов находят решение. Потому что верят в себя и их психика нацелена на это. Каждый раз, когда вы негативно оцениваете себя, помните, что это обязательно окажет влияние на вашу жизнь в будущем. Если человек говорит себе, что он стар, сначала он начнет подражать старикам, а затем действительно станет стариком. Актеры, которые играют депрессивные роли, будь то зависимых от алкоголя или переживших трагические события, часто сами повторяют судьбу тех персонажей, которых они играли. То, что мы думаем о себе, во что верим, очень ценно и важно. Помните об этом, когда захотите подумать о себе в негативном русле. «Красиво жить не запретишь, но помешать можно». Эти слова, кажется, отражают не только житейскую мудрость, но и внутренний диалог, который мы ведем с самими собой. Если мы обратим взор на свои внутренние разговоры, окунемся в мысли, которые, как невидимые нити, ткань нашего существования. Да, красиво жить — это прекрасная цель, но не стоит забывать, что сила наших мыслей может стать как благословением, так и проклятием. Есть особая грань, где наши мысли переходят в самоограничения. Мы, подобно волшебникам, создаем свой мир словами, которые проносятся в нашем сознании. Если каждый день мы говорим себе, что сегодня будет удивительным, то, вероятно, мы обнаружим в этот день нечто особенное. Однако стоит лишь допустить мысль о том, что красота для нас недостижима, и она станет неуловимой. Наши собственные убеждения формируют наш мир, и на полотне жизни могут появиться черные пятна, если мы позволяем себе говорить о том, что счастье, радость и благополучие — это не наш удел. Если мы постоянно говорим себе, что наш путь усеян трудностями, что на пути встречаются исключительно проблемы, то неудивительно, что они нас находят. Это похоже на заклинание, которое мы сами непроизвольно накладываем на себя. Но в чем сила этого заклинания? Вероятно, в том, что, повторяя негативные фразы, мы сами создаем условия для их воплощения в жизнь. И чтобы наш путь был светлый, мы в первую очередь должны запретить себе даже шепотом произносить то, что мы неудачники. Вместо этого мы громко провозглашаем ежедневно, что самые чудесные и прекрасные обстоятельства нас ждут на каждом шагу. Мы не боимся признаться себе, что наша жизнь — удивительное и неповторимое событие, которое наполнено счастьем и радостью. Друзья, если вам откликнулось это видео, дайте нам знать. Кроме того, мы хотим напомнить вам, что каждый ваш комментарий уникален и очень для нас ценен. Вы помогаете нам создавать то место, где каждому тепло и уютно, где каждый может найти поддержку и спокойствие. Ну а мы, как всегда, от чистого сердца, желаем вам гармонии, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть ваша жизнь и жизнь ваших близких будет наполнена счастьем и светом. До новых встреч!